Время новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Почти три десятка нарушений режима тишины зафиксировано в минувшие сутки на Донбассе. По данным СНБО, больше всего обстрелов на Луганщине, 14. Под огонь минометов попали окраины Кряковки, также неспокойно вблизи трех Избинки. Более десятка мин разорвалось в районе Авдеевки и шахты Бутовка. На Приморском направлении в эпицентре противостояние Красногоровка, Богдановка и Широкино. Там применялись минометы и БМП. Трое украинских военных получили ранения. Авдеевка с водой. Донецкая фильтровальная станция снова работает. Об этом сообщают в совместном центре по контролю и координации. Питьевая вода в резервуары города поступила сегодня днем. Затем ее получили и другие населенные пункты. Красный партизан, Верхнеторецкая, Васильевка, Крутая Балка, частично Донецкая и Ясиноватая. Взрыв на территории школы. Это произошло в прифронтовом Торецке. Накануне вечером пострадал 30-летний сторож с многочисленными осколочными ранениями. Его забрали в местную больницу. По данным полиции, взрыв прогремел, когда мужчина открывал входную дверь. Обстоятельства происшествия и тип взрывного устройства устанавливают правоохранители. Полицейских, которых подозревают в пытках, задержанных и торговле наркотиками, взяли под стражу на два месяца. Меру пресечения им избрал Краматорский суд. По версии следствия, трое участковых из Покровской издевались над наркозависимыми в опорном пункте полиции. Подбрасывали им наркотики и силой выбивали признание в сфабрикованных преступлениях, чтобы улучшить показатели раскрываемости. Офицеров в город дело задержали сотрудники прокуратуры и национальной полиции в прошлый четверг. Им грозит до восьми лет тюрьмы. Суд также установил размер заставы для трех затриманных. Это одному 64 тысячи гривен, двум другим дельничным офицерам в сумме по 32 тысячи гривен. Дизница в заставе полягает в том, что один из подозреваемых виновата сразу за двумя статьями криминального кодекса. Десять гектаров конопли. Еще одну наркоплантацию выявили в Донецкой области. На этот раз целое поле марихуаны пограничники обнаружили в Константиновском районе. Чтобы ликвидировать такое количество каннабиса, правоохранители задействовали сельскохозяйственную технику. Собранные урожаи сожгли на месте. Несколько кустов отправили на экспертизу. Владельца наркоплантации устанавливают. Спецоперация МАК продолжается. Отдавать 14 тысяч гривен ежемесячно или идти на улицу. Переселенцам из Горловки, которые три года живут в одном из киевских отелей, увеличивают арендную плату в четыре раза. Таких денег у людей нет. В ситуации разбирался Сергей Маргун. Валентина ждет нас на входе в отель, где живет последние три года. Всем одинаково. Какие у нас проблемы. Свою историю хочет рассказать в номере, но нас не пускают, увидев камеру. Подождите секундочку. Съемки здесь запрещены. Вторую неделю женщина беспокоится только об одном. Где взять 14 тысяч гривен? Столько отель хочет за проживание. Предлагаем вам подыскивать жилье или будет стопроцентная оплата. Сейчас вот наш номер с дочкой стоит 3-410. Столько за проживание переселенцы из Горловки платили ежемесячно последние три года. Сюда их прямо с вокзала направил один из департаментов Киевской городской государственной администрации в 2014-м. Правление по туризму города Киева поселило в гостиницу Голосеевская. Нас около 300 беженцев из Донбасса с 80-ти процентной скидкой. Это обращение в тот же департамент. За 24 дня никакого ответа людям не предоставили. Писали и депутатам, и чиновникам. Тоже безрезультатно. Это делается все умышленно. Естественно, такого не выдержит никто. Руководитель отеля объясняет, их заведение частное, поэтому все скидки для переселенцев оплачивают за свой счет. Государственные органы ничем не помогают. Мы уже не в змозе по тем ценам, которые были, держать их. Мы не выселяем их. Мы предлагаем им сплачевать, как все другие наши гости, по прескуранту. Разводят руками и в Министерстве по вопросам внутренне перемещенных лиц. Кто только не обратился, каким образом не пытались решить это вопрос в 2014-м. С того периода никаких изменений в действующих нормативных документах не подходило. Министерство финансов, которое соперечивает, потому что это предпочитает дополнительные выдачи с бюджета, або Министерство экономики. Смогут ли помочь переселенцам в Киевской городской администрации, нам так и не ответили. Сергей Маргун, Валерий Савицкий. Специально для телеканала «Донбасс». Длинные очереди, списки и переклички. Чтобы получить в Покровске ID-карты и биометрические загранпаспорта, люди ночуют под зданием миграционной службы. Некоторые занимают очередь за неделю. Почему такой ажиотаж, выясняла Юлия Шкваренко. Два часа ночи приходите, занимайте очередь. Татьяна пришла оформить ID-карту. Чтобы подать документы на получение электронного паспорта, заняла очередь еще на прошлой неделе. Говорит, чтобы попасть к специалисту, люди ночуют под стенами миграционной службы. Ну, ночуют. Передают списки, конечно. А что? Это хоть рассосалось было 40-50 человек. Это хоть уже 12 за ночь собираются. Вы за кем? Вы видите, я научил паспорт. С утра в коридоре миграционной службы не протолкнуться. Чтобы никто не прошел вне очереди, люди сами составляют и сверяют списки. Это список. Люди записывались на подачу документов на загранпаспорт. Кристина просит не показывать ее лицо. Говорит, приехала с неподконтрольной территории оформить биометрический паспорт. Очередь заняла на рассвете. С 4 утра. Уже не первый раз приходила. Бегаем сюда. Две недели. Столпотворение в миграционной службе, потому что в Покровск массово приезжают оформить документы. Документы жители с неподконтрольных территорий, объясняют специалисты. К нам еще сюда обращаются Авдеевка полностью, Ясиноватский район полностью, Донецк. Вся неподконтрольная сторона. Донецк, Макеевка к нам едут все. В день принимают до 100 человек. В своей очереди ждет и переселенка Оксана. Ночью занимают очередь. Выстаивают целую ночь и утром. Биометрический паспорт, насколько я знаю, думаю, надо сделать, пока мы в отпуске. Мы сами вообще переселенцы из Авдеевки. Здесь снимаем квартиру. Однако есть еще одна проблема. В установленные сроки документы не выдают, задерживают. Игорь специально приехал из Авдеевки забрать загранпаспорт, но получить его не может. В миграционной службе поясняют. Выдачу загранпаспортов задерживают, потому что не хватает бланков. Их изготавливают в Киеве. Задержка в печати. Ну, может, мощностям. Мы же не сведущие, что там на полиграфкомбинате делается. У нас же бланки не в наличии. У нас нету, мы их не выписываем. Мы набираем в электронном виде, вносим в базу единый демографичный реестр. Все это идет на полиграфкомбинате. Там в автомате оно печатается. Миграционная служба в Покровске работает со вторника по субботу. С 8 утра до 5 вечера. Чтобы избежать очередей, специалисты советуют обращаться за изготовлением паспортов в соседние города. Там ажиотаж значительно меньше. Юлия Шкваренко, телеканал «Донбасс». Улица разбитых фонарей. Без освещения осталась одна из аллей Краматорска. Раньше по вечерам там всегда включали свет, а теперь, говорят местные, по ней страшно гулять, не только детям. В чем причина, разбиралась Мария Сергеева. Бульвар Краматорский – место оживленное. Тут любят гулять и взрослые, и дети. Днем. По вечерам теперь здесь темно. Некогда освещенная аллея постепенно превращается в улицу разбитых фонарей. Из 25 светильников 17 повреждены. Вместо плафонов – осколки стекла. Такое место хорошее. И варвары какие-то. Это разве люди? Если с ребенком вообще не пройдешь. С молодежью вечером гуляют и бьются эти фонари. Тут надо установить это. Наблюдение. Патруль. Да, патруль должен быть. Но у горожан есть и другая версия, почему фонари разбиты. И причина – не вандализм, а ветер. Местные предполагают, что конструкция, на которой крепятся уличные светильники, ненадежная. Под домом они падали по всей видимости. Там не было, а этот лежал. Это надо поинтересоваться, как они укреплены. Понимаете? Если там укрепление очень слабое, то в любом случае при сильном ветре они не удержатся. Коммунальщики все же склонны считать, что разбитые на бульваре плафоны – дело рук вандалов. Об этом свидетельствует характер повреждений, говорят специалисты. Были полностью разбитые фонари. Похищена часть пусковой аппаратуры, которая у них находится. По нашим предположениям – дело рук человеческих. Но, однако, наверное, точку поставит в этом вопросе полиция. Сейчас все версии проверяют правоохранители. Если вандалов не найдут, деньги на новые фонари выделят из городского бюджета. Ремонт обойдется в 30 тысяч гривен. На тендерные процедуры и монтажные работы уйдет около двух месяцев. Поэтому пока вечерами на бульваре будет темно. Мария Сергеева, Сергей Чекрыгин, Телеканал Донбасс. Порог, который может привести к смерти у четырехлетней Сони, при рождении не закрылся артериальный проток. Неправильное функционирование кровеносной системы привело к увеличению сердца. Девочка нуждалась в срочной дорогостоящей операции. Кто помог спасти ребенку жизнь, расскажут наши корреспонденты. Своей непосредственностью четырехлетняя Соня сразу покорила медперсонал столичного института сердца. Ребенок очень хороший, хороший пациент, все выполняет. Больничная атмосфера малышку не пугает. Она знает, уколы и процедуры необходимы для спасения ее жизни. Девочка – это с открытым артериальным протоком. Проток не закрылся, его нужно закрыть искусственно. Порог сердца диагностировали сразу после рождения. Врачи успокаивали, отверстие само зарастет. Да и возможности сделать операцию раньше у семьи из Луганской области не было. Они пережили весь ужас военных действий. Взорвали мост, разбомбили полностью ЖД вокзал. Вытекали. Страшно было, никогда не думали, что наши дети это все увидят. Состояние ребенка с каждым годом ухудшалось. Отверстие увеличилось до 3 миллиметров. Расширили сердечные камеры. У ребенка появилась бы сердечная недостаточность. Потом начинается отдышка и ребенок постепенно, просто медленно задыхается. Кроме Сони в семье еще двое старших детей. Доходы на их содержание мизерные. Я работаю на рынке, потому что тоже после операции практически не работает. Дорогостоящее оборудование для проведения операции предоставил штаб Рината Ахметова. Нам очень сильно помог Ринат Леонидович. Большое ему спасибо. Он полностью оплатил. Это так людор. Ой, мы ему так благодарны от всей души. Вживление устройства провели быстро и безболезненно для девочки. Привезли вообще уже улыбающуюся. Программу «Здоровое сердце» штаб Ахметова запустил в начале года. Детям из пяти областей Украины помогают устранить врожденные пороки. Для операции предоставляют дорогостоящее оборудование и медикаменты. Необходимую помощь получили уже 15 мальчиков и девочек. Конечно, это важно. И это нужно. И хорошо, что есть возможность таким образом помогать этим детям. Раз в неделю, раз в две недели есть ребенок, которому помогает фонд Ринат Ахметова. На контрольном УЗИ доктор успокаивает. Сердечко Сони в порядке. Все у вас хорошо. Завтра едете домой. Пускай растет здоровье. Спасибо большое. Инна Желенко, Александр Павленко для телеканала «Донбасс». Устройство, которое спасает от инфаркта, изобрели украинские разработчики. Стоит только приклеить кардиома на тело, и он будет отслеживать состояние здоровья круглосуточно. В случае проблем прибор сообщает об этом. А если нужно, может даже вызвать скорую. Как такое возможно, расскажет Инна Гоголь. Родители Романа и Ксении живут далеко от них. Поэтому у супругов появилась идея создать компактное устройство, которое фиксирует малейшие изменения самочувствия пожилых родственников. Наши родные могут даже и не звонить по несколько дней. И потом мы узнаем, что моя мама или мама Романа в этот момент болела. А мы даже об этом не знали. Роман показывает, как работает это изобретение. Закрепляем датчик на теле и за считанные минуты все данные в смартфоне. Если состояние здоровья ухудшается, устройство советует, как действовать дальше. Например, отдохнуть, принять лекарства или прогуляться на свежем воздухе. Вот это мое сердце. Сейчас система посчитает мой пульс, мой кардиостресс левел. Я себя чувствую замечательно. Пульс у меня хороший. Активность 100%. Таким образом, очень просто дистанционно контролировать самочувствие близких. В случае критической ситуации датчик реагирует мгновенно. Человек упал, потерял сознание, либо просто упал, он может сломал руку. Приходят данные с геопозиции, где находится человек, чтобы его родственник мог вызвать скорую помощь. Секрет изобретения в специальных сенсорах, которые считывают информацию с тела человека. Сейчас разработчики тестируют прибор, который назвали кардиома. В клиниках и среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Украине и за рубежом. Инна Гоголь, Роман Рамус. Специально для телеканала Донбасс. На этом наш выпуск заканчивается. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин